Вездеход Наши вездеходы работают в самых суровых условиях. Перевозят грузы, пассажиров, оборудование. Где надежная техника – это залог выживания. Поэтому каждый вездеход проходит приемо-сдаточное испытание. Перед отправкой вездехода на испытательный полигон происходит предварительный процесс обкатки вездехода на производстве. После чего в случае естественно успешной приемки вездеход отправляется на испытательный полигон. Полигон позволяет оптимизировать процесс обкатки снегоболотоходов. Имитирует движения в реальных условиях с различными нагрузками. Полигон мы делим на два участка – это скоростной участок и участок с искусственными препятствиями. На горке 15 градусов мы испытываем стояночную тормозную систему согласно ГОСТу снегоболотоходов. Вездеход заезжает на горку, включается стояночная тормозная система и засекается 5 минут. Испытание считается пройденным, если за это время вездеход не сдвинулся с места. На горке 30-25 градусов мы проверяем основную стояночную тормозную систему, а также тягово-динамические характеристики вездехода. Вездеход, загруженный полной массой, заезжает на горку 25 градусов, где проверяется основная тормозная система. Далее вездеход переезжает на склон 30 градусов, где проверяется дополнительно основная тормозная система, а также торможение двигателя. Косорасположенные блоки созданы для имитации боковой нагрузки на рулевую систему. Также дополнительно испытываются на прочность рама, бортовые редуктора и мосты. Вездеход заезжает на препятствие на пониженной передаче. Водитель во время прохождения препятствия обращает внимание на посторонние шумы в салоне, а также обращает внимание на нагрузку на рулевое колесо. Параллельные блоки – это блоки, расположенные между собой на расстоянии 1,2 метра. Глубина хода подвески при прохождении вездехода составляет 60 сантиметров, что позволяет испытывать снегоболотоходу сильную знакопеременную нагрузку на подвеску, мосты, бортовые редуктора, накручение рамы. По сути, это имитация эксплуатации вездехода в горной или холмистой местности. Затем мы переходим на препятствие для диагонального вывешивания вездехода. Вездеход заезжает на блоки на пониженной передаче с включенной межколесной блокировкой мостов. Во время диагонального вывешивания вездеход останавливается, и водитель-механик проверяет работоспособность люков, форточек, дверей. Испытания маневренности проходят на площадке со спустными неровностями. По сути, это обычная восьмерка, как в автошколе. На данном испытании проверяется правильность установки развала схождения колес вездехода. На скоростном участке мы проверяем динамические характеристики, тяговые характеристики, проверяем основную систему торможения. Здесь испытывается нагрузка на двигатель, трансмиссию и ходовую часть. Происходят технологические замеры, температурные замеры агрегатов вездехода с целью контроля качества сборки данных агрегатов. Также замеряем максимальную скорость, замеряем путь торможения, согласно ГОСТу. В зависимости от сезона вездеход испытывается на проходимость в снежных условиях или в болотесных местностях. Все вездеходы за время испытания проходят более 200 км, после чего они направляются в ремонтную зону, где осматриваются специалисты. Если обнаруживаются неисправности, то мы их устраняем. Если это невозможно, то заменяем узел целиком. Благодаря такому подходу заказчики получают проверенную и надежную технику, готовую к работе в самых экстремальных условиях.